Есть чё-то поинтереснее, бля, чем вот это вот всё, понимаете? Общается с украинцем, к которому дрон прилетел, и типа, ну, а в чём, ну, понятное дело, ты с ним общаешься, окей. Больше вопросов к этому челу, почему он с тобой продолжает общаться с долбоём, у которых как бы, ну, типа, блядь, у которого всё неоднозначно, да? У тебя на глазах к твоему другу дрон прилетает, а ты мне сейчас тут доказываешь, что я долбоёб, блядь. И чё? И чё? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Какой тупой, блядь. Оскорбление за что? За что оскорбил, блядь, идиот. Я вообще не понимаю, блядь. Он чела из украинцев выписал, типа, украинец неправильный, потому что со мной общается. Ау. Чё нахуй? Кого я где выписывал из украинцев? Вот давай ещё раз переслушаем. Опять чё-то притягивает. И посмотрим, где я только что выписал украинца, блядь, из украинцев, нахуй. Я сказал, что тут вопрос к тому челу, блядь. Типа, почему он с тобой общается, да? Зная твою позицию. Может, он её не знает, я хз. Учитывая, что ему дрон прилетел, блядь, в квартиру. Ты такой, и чё? И чё? Да ничего, блядь. А в чём? Ну, понятное дело, ты с ним общаешься, окей. Тут больше вопросов к этому чему. Как же много конфликтов. Да я не знаю, нахуй он, блядь, присосался. Это ебисто от меня, блядь. Реально. Сиди, рофлюсь, и я на стриме дальше, если это всё рофлы, блядь. Зачем оскорбление? Ты сам, нахуй, меня оскорбляешь, блядь. А в ответ, когда получаешь то же самое, сразу, блядь... Всё, какого хуя? Зачем? Затем, что мне так нравится, блядь, может быть. Я не знаю, нахуй. Что за глупости, блядь? Сам начал пиздеть на меня. Ну, алё. Эх, Эс, ну ты тупой, ты не шаришь, блядь. Башня, нахуй, кринж, бля-бла-бла. Зачем вообще влез в конфликт наш с Гуакамоли? Вопрос вот этот. Остался без ответа, как я понимаю. На-ху-я. Теперь сидит, блядь, удивляется. А чё так? А почему оскорбление? Я не знаю, как мне реагировать на такую хуйню. Как-то вот адекватно не получается. Блядь. Кто же по рофлу? Ну, я по рофлу, да, кстати, точно, блядь. По рофлу оскорбляешь, шо я могу сказать. Должен общаться с долбоёмом, который как бы, ну, типа, блядь, у которого всё неоднозначно, да? У тебя на глазах твоему другу дрон прилет. Ну и где я выписал кого-то из украинцев, я не понимаю. Где, блядь? К чему вот это вот додумывание? Я не понимаю. Сам придумал, блядь, сам предъявил мне за то, что сам себе придумал. Китает. А ты мне сейчас тут доказываешь, что я долбоёб, блядь. И чё? И чё? Блядь, причём, что Лагода, что другие, надо мной смеялись, когда я тем же самым отвечал. Типа, и чё? И чё? Теперь сами сидят и чокают, блядь. А, ну это тоже рофл, наверное, всё в пизду, блядь. Давайте стрим, начнём. С нормальной ноты, ребят, всем привет, всех с наступающим. Окей, мне тут сообщают, что мне вчера накидали вырванное из контекста говно. Я не знаю, как можно это вырвать из контекста всё. Серьёзно. По-моему, я чётко, ясно услышал то, что услышал. В тех клипах. Не, ну реально. Как можно такое вырывать из контекста? Типа, я не знаю. Только если тот клип, который я вчера смотрел, если после этого клипа Лагода такой, бляда, ладно, я рофлил, типа, это всё неправда, всё, что я сейчас говорю. Тогда это вырвано из контекста. Но если то, что ты там сказал, ту мысль, которую ты транслировал, а после этого ты как бы, ну, не опроверг её. В чём контекст? Просто исходя, например, с того, что ты сейчас говоришь в этом клипе. Исходя из твоего чата, кстати, мне поскидывали тоже, что там у тебя в чате пишут. Блядь. Не знаю, я сомневаюсь, что есть какие-то там контексты. По-моему, тут всё очевидно. Вот и всё. Манурин ещё подключился? Блядь, да заебали нахуй. Подытожим. Лёша очень много додумывает. Серьёзно? Хотелось бы цитаты, где я додумал, что? Очень много додумывает. Человек не может понять... Чего я додумал-то? Что? Что? Когда тебе присылают... Мы с ним это обсуждали очень много раз. Что мы обсуждали? Когда тебе присылают клип, это не значит, что он 100% такой и есть. Ну, хуя знает. Исходя из тех клипов, по-моему, блядь, всё очевидно. Просто если чел рофлет, то это хотя бы должно быть заметно, там, не знаю, по выражению лица, по интонации голоса, ну, знать сами, как там рофли. То есть хотя бы какой-то там, я не знаю, намёк на рофл. Я намёков даже не увидел. Скиньте мне ещё раз клип Лагода про Путина. Я, Лёше, наглядный пример покажу, как это работает. Когда тебе присылают клип, это не значит, что 100% это таки есть. Окей. Хорошо. Додумываем, оказывается. Они уже заебали оправдываться рофлами. Та похуй, ребят. Да сука, ёбаный рот. Хватит, говорю! Идиот, я не влетал в конфликт. И своему ебаному Хесусу Деду, придурку, блядь, скажи, что он, сука, идиот, чтобы он, блядь, писал то, что, блядь, реально нахуй. А при чём ты Хесус Дед? А сам башки тоже не выдумывал, блядь. А Хесус Дед тут при чём? Потому что ты, придурок, блядь, потому что ты выдумал из контекста, хуйню какую-то вырвал, блядь, и начал додумывать. Или у тебя, блядь, Хесус Дед идёт, который назвал, что ты впрягся, блядь, за пятёрочку. В конфликте Марка пятёрки в премии Слей, блядь, так ролик назывался, тупая ты голова. А ты говоришь, что ты не впрягался в конфликт, потому что у тебя с Марком давний конфликт. А вопрос к Хесус Деду, нахуя он так ролик назвал-то, блядь, идиот. Я не ебу, блядь, я что, отвечаю за то, как он ролики называет? Ты, блядь, когда видео смотрел, не видел, с чего там вообще конфликт был или что? Когда сам видос смотришь, ты же прекрасно видишь, блядь, что у меня конфликт с Гуакамоли. И что я про конфликт с пятёркой я вообще узнал спустя только какое-то время. Во время уже нашего конфликта с Гуакамоли. Это в видосе видно, это есть. Что ты, блядь, притворяешься-то, как будто ты не понял? При чём тут название-то вообще? Видос судят не по названию, а по его содержанию, когда ты смотришь видос, и уже во время просмотра понимаешь, что там на самом деле. А там, как бы, видос начинает с конфликта с Гуакамоли, а потом уже подключается пятёрка. Всё, блядь, да? Это же понятно, ну ты же, блядь, чё, неужели тупой настройка, блядь, что ты не видишь нахуй? Ты же смотришь видео, где всё и так понятно. Короче, блядь, я не знаю, ребята, как бы сваливать вину на Ахесу с деда, ну, это вообще хуйня какая-то. Не, я согласен, они могут там видосы называть как-то там, чтобы забайтить аудиторию. Нормальная практика, в принципе. Ну, блядь, его в крайнем итоге выставлять здесь тоже странно, ведь в самом-то видео этого нет. Само-то видео-то, ну, содержит немного другое, блядь. Вообще, Лагода не прав в своей позиции центриста. Могу доказать на примере аналогии друзей. Вот есть друг у Лагоды, и он не прав в драке, потому что он первый начал. Друг Лагоды. А Лагода говорит, что он центрист, значит, он поддержит своего друга, ведь он его не остановил, а если он остановил бы его и сказал бы ему, что он не прав, то конфликт был бы исчерпан. Нихуя! Не понял? Ну, очень интересно. Меня начали, на самом деле, почему-то в комментариях, соответственно, под видосом вот с этим конфликтом, некоторые люди предъявлять вот такую хуйню. Очень странно. Хотя, опять же, в видео я об этом вообще ничего не говорил. Очень странная хуйня. Так, где? Короче, что, типа, если человек не поддерживает... Короче, вот, читай комментарий по поводу, что у него в Дискорде все зетники из-за украинца собираются. Я просто представил, как... А, не, подожди, это не то. Это не то. Это не то. Это не то. Короче, там люди такие, да я вообще не за Россию и не за Украину. Мне вообще похуй. Почему Хес считает, что я тогда за войну автоматически? И так написало несколько человек, и я такой, окей, а где я вообще такое говорил? Потому что в видео этого нет. Челы опять додумали? Но меня в этом обвиняют. Пиздец. Молчание – знак согласия, значит, поддерживаешь. На самом деле, реально есть люди, которые просто похуют. Знаете, это такая вот атрофированная амеба, которая плывет по течению, и им на самом деле реально поебать. Вот куда их течение приведет, там они и осядут. Аморфные, блядь, атрофированные, не имеют значения. То есть, вот им просто плохо. Они не хотят, знаете, себе голову забивать какими-то проблемами, там сидеть это все, там читать, обсуждать, типа им, знаете, там неприятно становится, тяжело, морально, блядь, вот это все. Я могу понять, потому что на самом деле я как человек, который буквально ежедневно все это смотрит, читает, проверяет, новости там и так далее. Когда ты каждый день все вот это вот через себя пропускаешь, неприятно. Кому-то, видимо, ну вот не хочется. Я не понимаю людей, на самом деле, которые прям совсем от этого себя отгораживают. Потому что, ну, пиздец, чел, как бы. Одно дело, если бы, вот, например, да, что-то происходит где-то, не в твоей стране и не рядом с твоей страной, если там, например, твоя страна не начинала войну, ты живешь где-то там, непонятно где, блядь, в Австралии, например, да? Там понятно. Похуй. Ну, реально. Ну, они там и живут в Австралии. Мы вообще, вы часто слышите новости из Австралии? Нет? А тут буквально твоя страна начинала войну. Тебе все равно похуй. Я их, конечно, этих людей не понимаю, но я не утверждал. Хотя, может быть, когда-то я такое говорил. По-моему, я такого не утверждал, что, типа, если они там, соответственно, им похуй на все, значит, они за войну. Есть и такие, которые молчат, типа, вроде вне политики, но на самом деле за Россию, матушку. Это большая часть аудитории тех стримеров, которые вне политики, как раз таки. Но если я там появлюсь в чате у этих стримеров вне политики, уа, сука, уа, блядь, Хесус пошел нахуй. Казалось бы, вы же вне политики, вам же похуй. Чего вы тогда на меня прыгаете? Поэтому, здесь такая тема, знаете, она очень тонкая. То есть, как бы, есть люди, которым реально на все похуй. Им похуй там, что я говорю им похуй, что там другие говорят. Просто похуй. А есть люди, которым типа похуй, но на самом деле все неоднозначно у них в голове. Хотя публично они вроде как стараются это не делать. Там, позицию свою не высказывать. Но как видят меня, у них сразу их трясет. Почему тебя трясет, чел? Тебе же похуй. Вам же всем насрать, вы же все вне политики, чего вы трясетесь-то, когда меня видите? Почему? Будто бы я тут вообще какой-то живодер, блядь. Реально, непонятно. Непонятно. Хесус каждый раз говорит, что он против тех людей, которые за войну и за убийство. Но разве он еще не против тех людей, которые за то, чтобы война прекратилась прямо сейчас на тех территориях, на которых остановилась? Они же для него вроде тоже ватники. Хесус же вроде топит за возврат территории, а соответственно за продолжение войны еще на много лет. А соответственно за все следующие мобилизации, что в Украине, что в России. А соответственно за все следующие смерти. Я просто тут какое-то противоречие вижу. Но на самом деле в этом нет противоречия. Я могу объяснить и ответить на этот вопрос, извините. Закончить войну на тех территориях, что есть сейчас, на тех территориях, на каких они сейчас остановились, конечно, можно. Война типа закончится. Но она не закончится, она заморозится. Это будет заморозка конфликта. Я не знаю, нужно ли вам объяснять, как работает заморозка. Что такое заморозка конфликта? Да, сейчас все закончится. Но у России тем самым появится время, чтобы набрать силы по новой и спустя какое-то уже время начать все по новой. Понимаете или нет? Если остановиться сейчас, можно. Естественно, война закончится на какое-то время. Но ключевое слово и фраза на какое-то время мне так же предъявляли, типа, ну как, Хес, ты можешь быть против войны, если ты критикуешь Запад за то, что они не дают нужного количества вооружения Украине. Получается, ты за войну? И здесь я тоже могу ответить. Запад дает вооружение, но дает его в таком количестве, из-за которого эта война буквально затягивается. Потому что и одна сторона не может нормально что-то сделать, и другая не может. И в итоге как бы все на месте стоят и друг друга просто убивают. И, соответственно, Запад дает как бы порцион вот этого вооружения для того, чтобы Украина не забрала себе территорию, да, не вернула, соответственно, и там война закончила. А чтобы она просто удерживала то, что есть. И, соответственно, движения нет ни туда, ни сюда. Война идет, 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 идет. Все. Если бы Запад в свое время дал столько вооружения, сколько нужно, война бы уже закончилась. Почему я еще топлю за то, чтобы Запад помогал и помогал нормально? Так это потому, что если Россия победит и захватит всю Украину, я также убежден в том, что на этом война не закончится, она не остановится только на Украине. И об этом сейчас многие говорят, что если у Путина получится захватить Украину, он пойдет дальше, блядь. Вы, конечно, можете сказать, да ну бред, ребят, вы до 22 года также говорили про Украину. Бред, да ну нет, да быть такого не может. Так что, вы можете что угодно говорить. Нет, не пойдет, нет. Факты где? Докажите. Есть целая куча видосов на Ютубе, которые объясняют, что он пойдет дальше. Здарова, дед. Чату Ку. Спасибо вчера за поздравление с ДР. Хес, сколько дней ты будешь в Париже? Еду с Амстердама в Париж в отпуск. Хотела голландские сувениры передать, если возможно. Да я и в Голландию возможно заеду, поэтому. Подожди. Вот, поэтому для меня и Запад тоже плохой. Потому что, так ты докажи, посмотри видео «Быть или». Ты можешь посмеяться сказать «Быть или». Эгэ, Либерэха, блядь. Хорошо, а как тебе еще доказать? Ну как тебе еще доказать? Ну чел там буквально расписывает, показывает с доказательствами и так далее, что вот может быть такое. А у тебя есть какие-то видео или статьи или еще что-то доказывающие обратно, что Путин ну точно не начнет войну и точнее не продолжит ее дальше после Украины. Такого я не видел. Только слова. Не, не, слово «пацана, бать». Честно, не начну. Путин говорил, что на Украину нападать не будут до того, как напали. Лавров даже за несколько дней до того, как в итоге напали говорил, не, мы не будем. Да вы что, какая война? Да ну, не. И в итоге вы все видите, что сейчас происходит. Поэтому у меня просто нет доверия. Я уверен в том, что Украина не будет захватывать Россию или там не пойдет на Китай, блять, или еще на что-то. Им это нахуй не надо. Они хотят вернуть свое. А в России я не уверен. Потому что Россия начала войну. Все. У меня нет доверия российской власти. Я ей не верю, блять. Они начинают войну. Что им мешает эту войну дальше продолжать? Да нихуя. Учитывая, какой запад, цикливый, блять. Вот все. Вот такое вот у меня и мнение. Поэтому, да, я против войны. Потому что Россия начала войну. Все. Я не знаю, что вам еще сказать. Как вам еще объяснить, блять. В том числе, я буду даже рад, если эта война закончится сейчас. Но это будет несправедливо по отношению к Украине, если территория не вернутся обратно. Нет. Гридман, спасибо большое за переподписку. Ну и, соответственно, все может опять повториться. Через какое-то время. Такие дела. Сделал я лагоды два часа два, и он говорил такие слова, типа если ты за Украину, а не за две стороны, значит ты за войну. Потому что ты за то, чтобы убивали русских. Русские сами пошли на эту войну. Что-то кто-то заставлял, что ли? Не, ну может быть кого-то принудительно мобилизовали, но по-моему большая часть русских идут туда добровольно. За деньги. Разве нет? Извините. Хрюкнул. Вот. Это в Украине же людей хватает, как там постоянно мне видосы скидывают. Да, принудительно. А в России за деньги идут. Платят нормально. Из регионов вон бедные, бедние русские мужики, у которых нихуя нет, сидят в ипотеках, блядь, в кредитах, идут жизнь свою отдавать за пару копеек. Поэтому, как бы, ну, я не за то, чтобы убивали русских. Русские сами идут туда. Они сами идут на эту смерть. Они сами не против, походу, я не знаю, я же их не заставляю эти воевать. В том числе, я даже со стороны Украины осуждаю такую мобилизацию, которая там сейчас происходит, да, принудительную, когда людей хватает. Я же не говорю, блядь, блядь, надо идти. Нет, наоборот, говорю, хуйня какая-то происходит. Так что, тоже странная хуйня какая-то, блядь. Хесус, какой нации? Я русский. Отчет и взял, что если Украина вернет территорию, то Россия просто затерпит и не будет пытаться снова. Потому что есть вероятность, что если Россия начнет терять свои территории, короче, посыпется фронт, то у Путина будет все не очень хорошо. Вот. И на этом его история закончится. Ну, а там уже, я не знаю, вряд ли другой человек будет опять что-то начинать, опять повторять, блядь, как деды, нахуй, когда-то, да, блядь, до Берлина, блядь, и вот это вот все. Ну, а если уж ты думаешь, что даже в случае этого Россия все равно будет опять, 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 ну, я не знаю, что тогда делать, блядь, с этой Россией, которая, ну, не может, походу, без войны существовать. Тогда опять же вопрос к России, блядь, а не кому-то там, к НАТО, блядь, Байдену, или так далее. Все? Тема закрыта, я надеюсь. Спасибо за внимание, блядь. Он еще, в пример, привел Южную Корею и Северную, для того, чтобы остановить войну России и Украины. А что там? В чем пример? Не понимаю. Ладно. Это надо полностью смотреть два часа, ребят. Ну, опять же, вырванный из контекста. Не ебу, не слышал, похуй. Так, что у нас там по новостям? Короче, ну, вы знаете, что случилось, да? Мистер Би...